Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. И я начинаю сравнительное тестирование камер смартфонов HTC 10 и Sony Xperia XZ. Сейчас запись ведется на фронтальную камеру. Очень холодно и ветрено. Заодно посмотрим, как записывается, послушаем, как записывается звук. Давайте пока сравним цветопередачу. Я не знаю, насколько у меня красное лицо, но мне кажется, что на Sony Xperia XZ цветопередачи неправильный. Хотя я очень сильно замес. Более приятные картинки я вижу на смартфоне HTC 10. Как вы видите, очень сильный ветер. Я специально много говорю для того, чтобы проверить звук. И смотрите, как работает экспозиция. Кажется, срабатывает абсолютно одинаково. Работает очень четко. Напомню, сейчас я немножко пройдусь, что в смартфоне HTC 10 на фронтальной камере установлена оптическая стабилизация. Это первый смартфон с оптической стабилизацией в мире. В Sony Xperia XZ нет оптической стабилизации, но здесь установлена хорошая цифровая. Итак, я напомню основные характеристики камер. В HTC 10 установлена фронтальная камера на 5 Мп от компании Samsung, а в Sony Xperia Xperia XZ установлена фронтальная камера на 13 Мп с диафрагмой, кажется, F2.0. Блин, подзабыл. На HTC 10 диафрагма 1.8 как спереди, так и сзади. Ну что ж, я думаю, что как бы сегодня ужасная погода, самые ужасные условия, какие только можно. Вот сейчас перейдемся на елочку. Вот вы видите. Ну все, на этом сравнительное тестирование фронтальных камер я завершаю. И давайте поехали уже сравнивать что-то интереснее. Основные камеры. Там будет настоящая битва. И я продолжаю сравнительное тестирование камер смартфонов HTC 10 и Sony Xperia XZ. Сейчас я снимаю с рук, ужасные условия, сильный ветер, пасмурная погода, идет снег. Но картинка, как мне кажется, абсолютно одинаковая на обоих смартфонах. Цветы передачи. Все тоже замечательно. И экспозиция, вот смотрите, работает адекватно на обоих смартфонах. Давайте я напомню основные характеристики этих камер. На HTC 10 установлена основная камера от компании Sony. Модуль IMX 377 на 12 мегапикселей с увеличенными пикселями с диафрагмой f1.8. В HTC установлен гибридный автофокус. Это фазово-лазерный автофокус. В Sony Xperia XZ установлена 23-мегапиксельная камера. Абсолютно новый модуль от компании Sony. Называется IMX 300. И то, что цифра 300, а в HTC 10 377, это ни о чем не говорит. На самом деле модуль в Sony более новый. Итак, я хочу сказать, что в Sony Xperia XZ установлен модуль IMX 300 на 23 мегапикселя. Оптической стабилизации здесь нет. Я очень много читал различных сайтов, журналов. И в одних говорится, что есть оптическая стабилизация Sony Xperia XZ. В других говорится, что нет. На самом деле я говорю вам сейчас. В Sony Xperia XZ нет оптической стабилизации. Есть только великолепная цифровая стабилизация SteadyShot с 5-осевой стабилизацией. И посмотрим, как работает автофокус. Итак, я фокусируюсь на ближнем объекте. Вижу, что обе камеры сфокусировались практически мгновенно. И вдаль также переходит все очень быстро. Знаете, после последнего обновления на HTC 10 фокус стал практически следящим. И вот мне показалось сейчас, что цветопередача немного неправильная на Sony Xperia XZ. Но это может быть еще из-за того, что цвета немного высветляются. На HTC 10 все-таки более темная картинка. Посмотрите. Но как работает автоматическая фокусировка, гибридный там и там, лазерно-фазовый автофокус, мне очень нравится, как работает в этих двух смартфонах. Просто великолепно. Давайте сейчас проверим работу оптической стабилизации на смартфоне HTC 10 и работу великолепной, одной, наверное, вообще из лучших цифровых стабилизаций на смартфоне Sony Xperia XA. Знаете, что я хочу сказать? Мне кажется, картинка даже в Sony Xperia XA более плавная. Посмотрите. Вот я сейчас иду. Так. Вот смотрите, разница в цветопередаче. Смотрю сейчас вживую и цвета на плакате ближе на HTC 10. Хотя тоже не совсем правильные. В Sony Xperia XA цвет такой розовый, а на самом деле он, да, действительно очень близко походит к HTC 10. Посмотрите. Более правильная цветопередача вот этого непонятного какого-то красно-розового цвета. Еще немножко пройдусь для того, чтобы проверить стабилизацию. Знаете, картинка на Sony Xperia XZ просто замерла. Вообще мне нравится. А на HTC 10, мне кажется, все-таки немножко она как-то дрожит. У меня замерзли руки. Я уже ничего не чувствую. И я боюсь, что я сейчас просто грохну смартфоны. Давайте проверим еще раз, как работает автофокус. Все, уже сфокусировалось. Но вот сейчас я смотрю, и мне кажется, что действительно автофокусировка работает быстрее и более адекватно на Sony Xperia XZ. Знаете, я сейчас вам что скажу? У меня, конечно, в руках нет Samsung Galaxy S&H. Но Sony Xperia XZ, мне кажется, не уступает по скорости автофокусировке этому легендарному смартфону. Легендарному я имею в виду в автофокусировке. Потому что это был первый с Dual Pixel, который просто всех впечатлил. У него был, ну, практически следящий автофокус. Он даже обгонял автофокусировку в iPhone 6s. Да, автофокус, я могу сейчас уже с уверенностью сказать, лучше работает на смартфоне Sony Xperia XZ. Это однозначно. Давайте поснимаем, типа, какие-нибудь движущиеся объекты. Съемка ведется в Full HD в 30 fps на том и на другом смартфоне. Хочу сказать, что в смартфоне Sony Xperia XZ есть съемка Full HD в 60 fps. Я просто решил сделать одинаковые условия. Картинка более четкая. Вот то, что вижу я на экране, мне кажется, на Sony Xperia XZ. И мне прямо вот реально нравится. Но мне кажется, на Sony картинка как-то подергивается. Я боюсь, конечно, ошибиться. Я приду дома и посмотрю на компьютере. Но мне кажется, что картинка Sony Xperia XZ как-то дергается. Слегка совсем дергается. Запись ведется с рук без всяких штативов. Уже довольно поздно. Запись ведется в Full HD в 60 fps на смартфоне Sony Xperia XZ. И в 30 fps на смартфоне HTC 10. Напомню, что здесь установлены камеры обе от компании Sony. В HTC установлена камера на 12 мегапикселей с увеличенными пикселями. И я вижу сразу, что картинка более яркая, цвета более прорисованы. И как бы все более живое, несмотря на то, что уже довольно поздно. На смартфоне Sony Xperia XZ установлена также камера от компании Sony на 23 мегапикселя. И вот незадача. Sony хоть и делает свои собственные модули, но пока что ей, честно сказать, не везет на высокое качество. Как фото, так и видео. Лучше снимает камера Sony. Наконец-то мы дождались тот момент, когда камера у Sony на своих модулях Sony снимает лучше, чем на других смартфонах, на которых также установлены модули Sony. А на этом все. С вами был Дмитрий Калинин. Пальцы уже совсем ничего не чувствуют. Поэтому всем пока, до скорых встреч. Ждите полный обзор подробной смартфона Sony Xperia XZ, который я сделаю на этой неделе. Всем пока, друзья.